здравствуйте дорогие мои друзья христос воскресе ох и устали мы за эту страстную седмицу столько бегали снимали и по жаре и ночью и днем честно говоря я никогда так не радовалась нашему чтению евангелия наверное как сегодня я могу просто сидеть читать беседовать с вами никуда не бежать никуда не спешить это замечательно и мы с вами в эти чудесные дни пасхальные будем продолжать читать евангелие от луки будем читать дальше 11 главу то есть того же места где мы остановились в прошлый раз и сегодня мы с вами будем читать такое зачало которое удивительным образом подходит к этим дням потому что вы когда послушаете поймете это как будто бы отклик такой и предостережение совет господа нам вот в эти пасхальные дни я это специально не планировала и не готовила это так просто вот совпало так получилось итак мы с вами читаем сегодня 11 главу с 23 стиха по 29 маленькое зачало но необыкновенно нужное полезное вот именно сейчас в эти дни до напоминаю что мы читаем по церковнославянский и если вам трудно воспринимать церковнославянский язык на слух это язык на котором молится русская православная церковь то то вы можете открыть евангелие на любом другом языке и просто следить за нами и же несть со мною на мя есть и же не собирает со мною расточает их даже нечистый дух изыдет от человека приходит сквозе безводные места ища покоя и не обретая глаголит возвращуся в дом мой отнюду же изыдох и пришед обрящит и пометен и украшен тогда идит и поймит седьм других духов горших себе и вшедши живут ту и бывают последние человеку тому горши первых быть же икда глаголы ши сия воздвигши некая жена глаз от народа речи ему блаженно чрево носившие тя из сосца я же еси сал он же речи тем же оба блажение слышащие слово божие и хранящие вот такое удивительное зачало и начнем мы с вами конечно с первой фразы до который иногда вызывает некоторые затруднения тот кто не со мной тот против меня да фактически господь говорит и же несть со мною на мя есть и и же не собирает со мною расточает а дело все в том что это звучит очень жестко и как бы так очень категорично но если понять откуда эти слова христа происходит то мы поймем что они на самом деле очень добрые эти слова да абсолютно не злые это говорит же господь да это говорит сама любовь это не говорит какой-то мальчик во дворе другому мальчику если ты петька не со мной в одной команде смотри ты мой враг да нет господь это говорит совершенно с другой точки зрения он говорит о нашей дружбе с ним о том что если мы друзья христовы если мы с ним и готовы идти одно поприще и два поприще да как евангелие говорится то мы будем вместе с ним собирать то есть мы будем прежде всего как святые отцы толкует да мы будем собирать конечно же богатство не тлеющие для себя же в царстве небесном а также будем собирать души других людей для царствия небесного то есть мы будем друзья и соработники то есть как бы сотрудники до христа если же мы против христа то есть если мы выбираем жизнь по плоти они по духу да то есть мы выбираем жизнь что естественно то и не грех соответственно делаем все грехи которые нам дьявол предлагает ценим только то что ценно в этом мире то есть являемся противоположностью христу у нас другой образ мысли чем у него у нас другие стремления и желания у нас другие представления том что такое хорошо что плохо то мы являемся противниками христу а значит мы растачаем что растачаем об этом очень хорошо написал нам святитель лука войны ясницкий и я даже вам сейчас прочитаю что же растачает такой человек драгоценные сокровища своей души то что единственно потребно все то что угодно богу веры он не угли не углубляет надежды не умножает любви не стяжает ибо в научных знаниях нет источника любви он это говорит о тех людях которые полагают основой своей жизни например научную карьеру но он сам был врач до владыка святитель лука поэтому он говорит о том что ему наиболее близко то есть человек может собирать знания человек может собирать опыт человек может быть необыкновенно трудолюбивым и по законам мира сего очень богатым человек прочитал много книг он эрудирован он обладает какими-то уникальными научными знаниями допустим в своей области или каким-то уникальным искусством театральным художественным ли да но при этом он растачает он растачает сокровища своей души он растачает смирение он растачает да то что не собирает то что даст ему богатство то которое ведет его в царствие небесное то есть не собирает то что останется с ним в вечности потому что без христа без соработничество ему без дружбы с ним без того чтобы идти с ним вот рядом вместе Все остальное без этого теряет смысл и теряет значение, потому что впереди-то вечность, а в вечность не войдет то, что без него. Вот какой смысл замечательный в этих словах, так что абсолютно Господь не злой и не сердитый на нас, что раз вы против меня, все, я вас всех накажу. Нет, а это естественный, скажем так, закон, что если мы не друзья Христовы, мы против Него, и из этого вытекает то, что я сейчас говорила вам. Конечно, очень страшно быть против Христа, очень страшно не быть другом Божиим, и для нас сейчас в эти пасхальные дни, наверное, это особо близко нашему сердцу слышать такие слова, так же, как и то, что идет дальше. А дальше Господь говорит нам вот эту замечательную притчу, которая меня в детстве, кстати, очень-очень пугала, ну, потому что представьте себе, да, вот человек изгнал, вернее, Господь изгнал из человека злых духов, да, человек, например, причастился. Перед этим он исповедовался, причастился, вот он сейчас как чистый лист, его внутренняя комната, вот эта храмина, его дом, души его, да, он пометен, украшен, чист. И входит туда семь еще худших бесов. Почему? Потому что человек не заботился о том, чтобы окна, двери-то закрыть и сохранять теперь эту чистоту. И вот всегда в детстве я помню, что было очень страшно, что ты причастишься и потеряешь благодать. Конечно, это немножко народное, суеверное такое понятие, да, как сейчас мы уже взрослые люди понимаем, что это не совсем так работает все, но в детстве это было буквально так, что вот ты сейчас нагрубишь кому-то или резко ответишь папе, или рассердишься, обидишься на кого-то там, я не знаю, в школе или во дворе, если вдруг ты после этого идешь куда-то, и вдруг Господь тебя оставит, Господь уйдет, потому что ты оскорбишь его. И как бы, да, и дом твой останется пуст, и в него войдут еще семь худших грехов и худших бесов. Здесь интересный очень образ также о том, что бесы проходят безводные места и, не найдя ничего, возвращаются к этой душе. Безводные места по святым отцам – это души людей, которые и так уже живут без воды, то есть без благодати Божьей, да, вода – это в Евангелии символ Духа Святого. Те люди, которые живут без этого, они и так творят все грехи подряд, они живут в этих грехах, им в них комфортно, и бесам там делать нечего. Они ищут как раз-таки души чистые, души грехом еще не зараженные, чтобы им там было поле деятельности, потому что бесы именно заинтересованы соблазнить тех, кто еще не соблазнен и кто живет чисто. И вот как раз-таки очень хорошее сейчас для нас предостережение в эти пасхальные светлые дни, потому что мы сейчас все постились, мы прошли страстную неделю, мы причастились многие на Пасху, да, ну или по крайней мере в Великий Четверг, были на богослужениях, и, соответственно, мы напитались благодатью, мы как бы приблизились ко Христу в эти дни. И сейчас так легко это все растерять и забыть, потому что особенно сейчас вот, ну, в России у вас, например, майские праздники, да, идут. У нас просто жизнь движется вперед, все время какие-то события происходят, опять же, работы много, и так легко это потерять. Если бы можно было вот эти 40 дней до Вознесения, просто, не знаю, не выходить из храма, да, наверное, было бы идеально. Но Господь хочет другого, Он хочет, чтобы мы эту радость, эту благодать, радость Воскресения несли людям, чтобы мы и в себе ее хранили, и другим дарили. Поэтому Господь не запирает нас, наверное, в каких-то законными церковными, да, в каких-то домах, а мы, наоборот, мы живем, ходим, работаем и несем вот эту радость. Она должна буквально из нас, наверное, изливаться так в идеале, да, на всех. И вот поэтому это евангельское чтение так важно. Нам важно помнить, что дьявол не дремлет, что бесы не имеют ни выходных, ни праздников, ни дня, ни ночи не соблюдают. Они все время настороже, и все время нас ищут, где бы нас поймать, где бы нас ущипнуть, где бы нас вывести из равновесия какой-то мыслью, помыслом, да, где бы нам досадить. И если мы невнимательны, то даже если через церковные таинства приобрели благодать, можем эту чистоту легко потерять. И семь худших бесов войдут в нас. Поэтому вот так прям, видите, совпало. Ну и в конце говорится чудесно о Божьей Матери. Вот эти слова мы всегда слышим с вами на Богородичных праздниках, когда читается Евангелие о Марфии Марии, составное читается Евангелие, читается о Марфии Марии. И потом добавляется вот этот фрагмент о женщине, которая сказала, блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которые ты сосал, то есть сосцы, которые тебя питали. И интересно, что эта женщина не знает имени Марии, она не знает, кто мать Христа, да, может быть, она не из Назарета была, может быть, она вообще только пришла первый раз, услышала, да, спасителя. То есть она, может быть, была кто-то из бесноватых, которых он исцелил. Мы же не все знаем в Евангелии, не все описано, но по какой-то причине она не знала, кто его мать. Но она благословляет женщину, родившую, да, такого человека, как она понимает. И Господь отвечает оба блаженные, слышащие и хранящие Слово Божие. То есть Господь, как святые отцы нам опять же толкуют, да, это не мое разумение ни в коем случае, они говорят, женщина прославляет Богородицу за то, что она родила Христа. А Христос говорит не этим она славна, а тем, что она слышит и соблюдает Слово Божие. То есть эти слова в первую очередь сказаны о Божьей Матери, а потом уже вообще обо всех, кто слышит и хранит Слово Божие. Вот это, в принципе, так на поверхности не лежит. И если святых отцов не читать об этом, то толкование, то не сразу догадаешься, что здесь вот такой удивительный смысл. Господь превозносит Матерь Божию, он говорит, что она блаженна тем, что она слышит и хранит Слово Божие, да, а не только тем, что она Матерь Мессии. Вот это особое достоинство Божьей Матери мы с вами знаем из церковных песнопений, да, мы с вами знаем, что в нашей православной традиции Богородица не потому прославляется нами и величается не только потому, что она Мать Спасителя, но и потому, что она самая великая праведница из всех ветхозаветных святых. Это действительно так, и из новозаветных тоже, да. То есть выше Божьей Матери нет человека на земле, кто бы был такой чистоты, такой святости, так бы любил Бога, закон Божий, и так бы хранил его Слово. Видите, то есть это вытекает из самого Евангелия. Это не просто традиция, которая возникла там позже, да, какие-то только не услышишь иногда объяснения, что вот, мол, как в древнем мире были боги и богини, вот так христиане тоже возвели Божью Матерь в ранг богини, а молиться нужно только Христу. Есть разные течения христианские, разные понимания, это понятно. Но мы видим, что это вытекает из самого Евангелия, из самих слов Господа. Это Христа называют Богородицу блаженной, блаженной, слышащей и хранящей Слово Божие. Вот, вот таким прославлением Божьей Матери мы с вами заканчиваем наше сегодняшнее маленькое праздничное пасхальное чтение Евангелия. Мне было очень приятно пообщаться с вами, думаю, вам тоже, тем более, что за спиной у меня такая вот зеленая уже красота, у нас уже все просто цветет и растет, и мы думаем, что все-все будем вам показывать. Правда, у нас уже жарко, тяжело уже сейчас снимать очень, так что нам предстоит тяжелая летняя пора съемочная, но будем надеяться. Я еще раз сердечно благодарю вас за все те поздравления с праздником, которые вы нам присылаете, за ваши пожертвования. Наш канал держится вашими пожертвованиями. Благодарю вас за внимание к нашему клубу видеопутешествий ТОПОС, где, кстати, немало новых экскурсий, паломнических в том числе, так что заглядывайте на сайт ТОПОС. Найти нас очень просто, нужно просто посмотреть под видео описание к нему, вот здесь же в Ютубе, и там будет ссылочка на наш сайт, где мы и другие гиды из разных стран мира очень ждем вас с лучшими просто видеоэкскурсиями, которые только можем придумать. Так что там и бесплатные есть контенты, платные разные, так что приходите обязательно. Я вас всех сердечно обнимаю, храни вас всех Господь и Матерь Божия. До свидания, до скорых встреч.